Я расскажу вам еще об одном интересном способе доказательства неравенства. В 1985 году в кванте, нормальный номер 7, была статья о диаграммах Юнга. И в том же году, в 1985 году, но в последнем декабрьском номере журнала «Квант» была другая статья, связанная с неравенствами. Авторы этой статьи – венгерские математики Пинтер и Хегедиш. Второй автор Хегедиш в то время был аспирантом Московского университета. И вот по окончании, когда он вернулся к Свинрозе, он потом прислал с автором статью в журнал «Квант». И вот эти две статьи были опубликованы в 1985 году. Название этой статьи немножко, я бы сказал, скучное. Порядоченные наборы чисел и неравенства. И неравенства. Я не встречал название, какое-либо другое название этого метода, который представлен в этой статье. Но для себя я называю этот метод монетным методом. Итак, в чем суть этого монетного метода? Полезно, просматривая те или иные математические конструкции, представлять ситуацию в какой-либо наглядной форме. Какую-то жизненную ситуацию, связанную с этим, с рассматриваемым явлением. Например, математики говорят так. «Сферу нельзя причесать». Сферу нельзя причесать. Это, конечно, не математическая формировка, но зато яркое словесное выражение, соответствующее теореме. Так вот, может быть, вы подумаете и предложите какое-то другое название. Итак, вместо монетного, которое я только вот смог придумать. Итак, в чем же состоит этот монетный метод, о котором написано вот в этой статье? Вообразим, что у нас есть три больших мешка с монетами. И монеты там, какие у нас бывают сейчас, вот, десять рублей, здесь пять рублей монеты, а здесь два рубля монеты. И вам разрешается взять из одного мешка, допустим, четыре монеты, из другого мешка, скажем, шесть монет, и из третьего, из оставшегося мешка, две монеты. Вот условия задачи. Из какого-то одного можно взять четыре монеты, из какого-то из оставшихся двух шесть монет, ну и из которого ничего не брали, еще две монеты. Вот как вы будете действовать, если вы хотите получить максимальную сумму? Значит, я буду писать S сумма. Можно сказать максимальная или наибольшая, но максимальная. Так, как вы будете действовать? Пожалуйста. Соответственно, наибольшее количество монет из мешка, где монет с наибольшим номиналом, ну, то есть десять рублей, шесть монет по десять. Значит, шесть монет мы, возможно ли, правом взять шесть монет, мы воспользуемся применительно к первому мешку, чтобы так вот было. Дальше возьмем вторую бухгалюцию, ну, четыре монеты по пять рублей, потому что это вторая монета по мигналу и по... Ну, а тут уже самых мелких и меньше всего их возьмем. Скажите, надо ли доказывать, что вот эта сумма будет наибольшей из всех возможных? Да. Так вот, такое элементарное соображение оказывается очень эффективным при решении разных задач. Вот, например, как быстро получается неравенство четыре. Итак, три числа А, Б, С. Мы их можем упорядочить. Пусть А... Так, мы их упорядочили. Пусть сейчас на сегодня мы их взираем, но упорядочили по убыванию. И будем на эти числа смотреть как на монеты. Это вот монеты в первом мешке, во втором, в третьем. И на виду с этим набором рассмотрим обратные величины числа. 1 делить на 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 1. Понятное дело, что самое большое будет какое лищество из обратных? 1 делить на С. Да. С маленькой из номинации. Имеем два упорядоченных набора чисел. Я бы сказал, что пришлось бы сказать, что мы это будем как мыслить. Как монеты, вот эти числа, как монеты, вот эти числа. Представляем себе. А вот эти три числа, количество, по-моему, тогда давайте посмотрим, какая здесь сумма может быть самой маленькой, наименьшей. Вот мы теперь решаем не задачу выбора или получения не максимальной суммы, а наименьшей. Значит, самые дорогие монеты А, мы их возьмем как можно меньше. Значит, А и один делить на А у нас сыграли. Теперь у нас монеты Б и С. Б, дорогие монеты, мы их возьмем как можно меньше. То есть, их количество будет один делить на Б. Ну, для С то, что осталось. С один делить на А. Это минимальный набор, и получается у нас тут Е делиться. Или нет? Три, конечно. Три. Три. Получается три. Это правая часть неравенства 4. А что же написано в левой части неравенства 4? Максимальная. Тут берется монета А. Монеты А берутся в количестве 1 делить на Б. Монеты Б берутся в количестве 1 делить на С. И монеты С берутся в этом количестве. То есть, вот эта сумма заведомо больше наименьше. Значит, можно написать так. Левая часть неравенства 4, конечно, больше 3. Потому что это какой-то другой набор. Это не наименьший. Это не набор гарантирующий там наименьшую сумму. Ну или равную, естественно. Это понятное дело. Уж деталей так я не буду. Вот так. Смотрите. Итак, какая же мораль потекает? Вот это основная идея этой статьи. Она может быть заслужена. Вот. На самом деле, еще один случай надо разобрать. Когда, наоборот, А больше или равно С, больше или равно Б. Дело в том, что ведь у нас неравенство циклическое. То есть, после А идет Б, после Б идет С, после С идет А. Поэтому, на самом деле, важны два порядка. Когда А, Б, С и когда А, С, Б. Спасибо, Александр Васильевич. Выражение, стоящее в левой части от НРС, не является симметрическим относительно А, Б и С. Поэтому, надо действительно рассматривать еще один случай. Ну, я позволю это оставить аудитории на самостоятельное рассмотрение. Чтобы была возможность вернуться, посмотрите журнал и еще раз подумайте, вот что значит здесь не симметрия, да? Но мы, кажется, говорили в начале, когда умножали в первом способе решения ценности на АПЦ, доказывали, что здесь нет симметрии. Вот.